Продолжается оформление нашего товарища из СНГ. Кстати, он обещал нам сделать интервью, рассказать, как он эмигрировал в Швецию, где он нашел жилье в Стокгольме, каким образом вообще ему удалось трудоустроиться в компанию. В настоящий момент две недели прошло, как мы подали на карту. Это та карта, куда будет начисляться его зарплата. В одном из банков Швеции у нас есть это в предыдущих видеороликах. Сейчас наша задача получить ID-карту. Она будет получаться в налоговой. Я сам буду заниматься этим вопросом, потому что Настя сейчас загружена на других проектах. Здесь мы будем делать ID-карту. Сегодня, как я говорил, я без Насти и буду справляться своими силами. Попробуем снять весь процесс внутри. Ну и когда уже выйдем, расскажем, может быть, какие-то детали, подробности, которые будут интересны вам, особенно тем, кто планирует жить в этой стране. В общем, люди сюда приходят, вы получаете вот там свой номерок. Дальше вот эта девушка в белой кофте измеряет ваш рост. Вот народ снимает ботинки, встает вот на этот измеритель. Вы измеряете свой рост. Кстати, ребята, не ожидал. Тут очень много граждан Казахстана, Киргизии, Узбекистана вот тут вот ходят со своими паспортами. Даже рядом вот сидит киргизская семья. Да, вот здесь очень много мигрантов. Ну, наверное, потому что в этом учреждении дают ID-карту, с которой дальше можно будет уже проходить социальную адаптацию в этой стране. Ну, такого потока граждан СНГ прям реально не ожидал. Здесь вы расписываетесь, здесь вас фотографируют, такой компьютер. Ну, и через две недели получаете уже карту. То есть вот такой вот аппаратик, чтобы получить один номер. Итак, наш товарищ из СНГ сейчас в четырнадцатом окошке. Только что отдал свой паспорт. Через несколько минут его сфотографируют. И скажут, когда уже подойти. Вот как раз он сидит. Просил меня не снимать, так что пока только сзади. Мне вам дают вот такую бумагу. Не буду показывать фотографию нашего человека с номером. И вы ждете две недели. Через две недели, когда все готово, вы забираете ID-карту. Ну, мы об этом снимем. Это налоговая, где очень много иммигрантов из СНГ. Они получают карты. А мы с нашим клиентом, товарищем из СНГ также провели вместе какое-то время. Прошло три недели после того, как подали документы. Это чуть-чуть больше. Но это мы сами не приехали, потому что у нас была поездка. Такое видео-турне для канала в Чехию, в Грецию. Вот сейчас опять поедем в Мексику. Вот получена карта. Такая вот карточка с окошечком с двух сторон. Здесь номер, здесь дата выдачи. Выдана она до 23-го года, 4-й месяц, 24-е число. Здесь указан рост, здесь указан першон номер, данные, биометрические данные. Вот. Ну, собственно, человек стал резидентом. Дальше через 5 лет он уже будет полноценным гражданином этой страны. Фактически открываются возможности для США, для Канады, для Австралии. Больше 160, по-моему, стран без визы. Просто заполняете форму, отправляете. Ну, так же, как сейчас россияне делают для Мексики. Ну, а там уже все возможности. Низкая кредитная ставка, бесплатные языки, бесплатные университеты, очень высокая пенсия. Будьте здесь, приезжайте в Скандинавию, трудоустраивайтесь и делайте свою жизнь лучше. Для себя, для своих детей, для своих родных, для своих друзей. Швеция очень хорошая альтернатива. Классная страна, спокойная, консервативная. Низкий уровень преступности, очень высокая социалка. Достойное место. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Ну, и следующее видео из Мексики. Всем всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok